Это программа «Игра в классике». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. 10 мая на 89-м году жизни умер Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины. А за неделю до его смерти ушел из жизни Станислав Шушкевич, второй человек, подписавший те самые Беловежские соглашения. Ну а напомню, что Борис Ельцин ушел еще раньше, в апреле 2007-го года. В общем, те, кто зафиксировал гибель Советского Союза, расписавшись на документе, теперь сами мертвы. К чему я это говорю? Да к тому, что через судьбу Кравчука можно и нужно проследить некие системные моменты, этапы, вещи. Ну вот как так получилось, что из сельского хлопчика вырос целый президент? Как идеолог коммунизма стал этническим националистом? К чему, в принципе, нас учат его истории? Мы встречались с Леонидом Кравчуком несколько раз в эфирах. И он говорил так, будто раскладывал шары по бильярдным лузам. И вне камер такой же умный, велеречивый, интеллигентный. Однако, знаете, всегда было ощущение того, что из него точно в фильме Ридли Скотта «Чужой» может неожиданно вылезти некто или нечто такое, что до смерти напугает. Да, в Кравчуке имелось и второе, и третье, и четвертое, и так до бесконечности дно. Не случайно он получил прозвище «Хитрый лис». Он был действительно крайне умен, изворотлив и гибок. Да, в нем действительно было что-то сыто лисе. Ну, знаете, про него было множество анекдотов. Самый известный звучал так. Кравчук может спрятаться между капельками дождя. А что главное? Главное, чтобы костюмчик сидел. Да, действительно, на Кравчуке костюмчик всегда сидел идеально. Даже если под ним пряталась грязная исподня. Тут, наверное, любопытно будет параллель. Ведь не случайно фамилия Кравчук происходит от слова «кровец». Что по-русски означает «портной». Действительно, Кравчук блестяще подгонял и костюм, и обстоятельства под себя. И в том числе в этом кроется секрет его долголетия. Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин, ну или Большой Житин. В 1939 году, когда Кравчуку было 5 лет, это село отойдет от Польши к СССР. И сам Леонид Макарович вспоминал, что сначала местные это восприняли радостно, а после, ну скажем так, с печалью и горечью. Однако именно красная власть, которую потом развеничивал, хаял Кравчук, подарила ему шанс на действительно красивую, мощную, сытую жизнь. И он не упустил этот шанс и стал одним из флагманов так называемых сельских политиков. Родившись в крохотном селе, где главными воспоминаниями были сбивание деревянной саблей табака и зеленый борь с щавелем, Леонид окончился отличием в сельскую школу, затем в Ровенский техникум и, наконец, перебрался в Киев. Там он подрабатывал натурщиком, не зря Кравчука считают секс-символом Украины 90-х, и учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Вот такой вот взлет. Да, говорят, что карьеру Кравчука помогли сделать, ему помогли так называемые бандеровцы и шестидесятники. Другие мнения говорят о том, что Кравчук просто блестяще умел выслуживаться перед Москвой. Ну, так или иначе, Кравчук обладал ценнейшим качеством. Он умел казаться человеком. А тогда это очень и очень ценилось. А вот позже Кравчук стал преподавателем, а тогда советская власть видела в педагогах таких себе идеологов, воспитателей, творцов, если угодно, новых советских людей. И потому превращал этих педагогов в агитаторов и идеологов. Собственно, именно так Леонид Макарович очень быстро при помощи все тех же патронов перебрался в Киев, где стал заведующим сектором организационного отдела КПО. Вот что любопытно, это была хорошая должность, и в задачи Кравчука входила подготовка и воспитание соответствующих кадров. Ведь именно эти кадры, которых он готовил, переподготавливал, по сути и определяли в дальнейшем курсы политику уже независимой Украины, где сам Кравчук, в свою очередь, станет президентом. Ну а сначала он расцветет при первом секретаре ЦК КПУ Петре Шелесте. О Шелесте говорили, что в нем живут два человека. Один сторонник твердой руки, непримиримый борец буржуазии. Ну а другой сентиментальный человек с ярко выраженным украинским самосознанием. Собственно, за чрезмерное украинство Шелест и пострадал. Его просто убрали. Но сколько же он успел сделать перед этим? Он начал реставрировать Хортицу, спас фильм о Тарасе Шевченке, создал музей народной архитектуры и быта Украины, курировал написание многотомной истории городов и сел Украинской СССР, построил дворец культуры Украины, развивал украинское искусство, литературу. Это к чему я столь подробно перечисляю то, что было сделано при Шелесте? Да к тому я говорю, что как сильно, в кавычках, оказывается, коммунисты зажимали и притесняли Украину. Похоже, что совсем наоборот. И действительно, именно Москва, советская Москва, амнистировала вчерашних бандеровцев. Именно она поддерживала украинствующее настроение в республике. Не говоря уж о колоссальном экономическом росте. На смену Шелесту пришел Владимир Щербицкий. Легендарная личность. И вот при нем украинская СССР достигла поистине колоссальных результатов, как в промышленности, так и в экономике. Собственно, поэтому в 1991 году Украина входила в свою независимость с потенциалом одного из сильнейших государств в Европе. Спрашивается, где это все? И действительно, почему так вышло по итогу? Щербицкого приговорила чернобыльская трагедия, когда десятки тысяч людей вывели на первомайскую демонстрацию. А ведь буквально за пять дней до этого случилась та катастрофа на АЭС 26 апреля. И Щербицкого это буквально уничтожило. А вот Кравчук, наоборот, остался и расцвел пуще прежнего. Так он лукавый призлым заплатил за предобрейшее. С октября 1988 года Леонид Макарович стал заведующим отделом ЦК КПУ. Это очень солидная должность, на которой надо было прививать, буквально вбивать коммунистические идеалы и эффективно бороться с любыми проявлениями так называемого украинства. Ну вот, результат деятельности Кравчука станет очевидным, видным через три года, когда Советский Союз кончит жизнь самоубийством. Да уж, действительно распался СССР при, скажу мягко, самом деятельном участии Кравчука. Если при Щербицком он действовал по принципу, который сам же когда-то озвучил, исполнять это как раз для нас, говорил Кравчук, потому что мы в Советской Украине исполнители политики Москвы. То уже накануне развала СССР Кравчук раскрывается, ну скажем так, с другой стороны и становится поистине самостоятельной фигурой. Ну, насколько это было возможно тогда, в принципе. По сути, Кравчук стал первым публичным политиком в Украинской Советской Социалистической Республике. Кроме прочего, в его обязанности входило договариваться с украинскими националистами, в частности, с так называемым Рухом. Ну, а лучше не просто договариваться, а усмирять их. И вот опять же, делал это Кравчук весьма и весьма оригинально. Весной 1989 года он даже поставил свою подпись на проекте программы «Рухом». А после уже откровенно слился с теми, кому должен был противостоять. Ничего не понимаю! Ну, а после, как мы все помним, были Беловежские соглашения, конец СССР, после началась независимая Украина и так далее, и так далее. После Кравчук стал президентом и запомнился Кравчучками, жутким дерибаном, корбованцами и провозглашением антирусского курса. Однако при этом именно Кравчук подписал соглашение, по которому Украина отказывалась от ядерного оружия. Вот любопытно, не сделав он этого тогда, какой бы была ситуация сегодня. От коммунизма же, который подарил сельскому хлопчику все и даже больше, Кравчук открестился аккурат перед развалом СССР, заявив, что никогда бы не вступил в коммунистическую партию, если бы знал о голодоморе, репрессиях и тому подобных вещах. А он, мол, не знал ничего, не ведал, архивы не изучал. Да уж, Левушка, как его называли в Киеве, всегда был мастером снять с себя ответственность. Собственно, в том тоже секрет его долголетия. К слову, после Евромайдана, это тоже любопытно, Кравчук заявит, что разочаровался и в украинском обществе тоже, как когда-то в Советском. Разочаровался за годы независимости. И он, конечно, имел свою синекуру, возглавляя комитет по регулированию ситуации в Донбассе, но в общий контекст он уже не был вписан. Ведь Украина выкорчевывала все советское, но это на словах. А на деле она уничтожала все структурное, все последовательное, независимое, и переходила, соответственно, к постмодернистскому, рабскому, зависимому. Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. И все же Кравчук остался в истории, это несомненно. Остался и как первый украинский президент, и как один из могильщиков Советского Союза. Но главное, он стал воплощением советской мечты. Именно так. Мечты, когда при должном усердии, умении общаться, нравиться, и сельского мальчика можно стать серьезным таким властьимущим. И он же, Кравчук, стал палачом этой мечты, развенчивая ее до конца своих дней. Развенчивая с ненасытностью шакала, обгладывающего поверженного мамонта. Действительно, только Союз мог создать и реализовать такую мечту. Но опять же, только Союз и мог погибнуть таким образом. Погибнуть от дел рук своих. И это на самом деле история не только предательства, когда бывшие комсомольские активисты превращались в алчных пилигримов прожорливой демократии. Но это история еще о том, как общество, советское общество, русское общество, если угодно, решившееся на великий эксперимент, задекларировавшее великие идеалы, оказалось погребенным под их тяжестью и величием. Ну а теперь, в том числе и со смертью Шушкевича, Кравчука, мы точно можем свидетельствовать. Постсоветский мир, постсоветская эпоха подошла к концу. Это уже очевидно. Фактические люди, к сожалению, не прошли испытания идеалами. И теперь, особенно после 24 февраля 2022 года, нас ждет совсем другой мир. Идеалы, которого нам еще предстоит придумать. Впрочем, если они будут, эти идеалы, конечно. Это была программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, любви и терпения.